Музыка Приветствую всех наземных жителей и их родителей Я морской мудрец, граф Батискаф Мы с вами в жемчужной бухте И этой глубиной владею я Граф Батискаф Подводная математика, мой морской конёк Я могу пересчитать все жемчужины в бухте А их, поверьте, немало Ваше морейшество, я к вам С жалобой Ламинария, сколько раз тебе говорить Все мои подданные сначала здороваются, а потом уже жалуются Это неписанный закон моего подводного графства Ну-ка, попробуй ещё раз подать жалобу правильно Ох, мне эти правила приличия Ну какая разница, с чего начинать жалобу? С жалобы или со здрасти? Подводный день, ваше морейшество Разрешите к вам с жалобой обратиться Вот, теперь другое дело Жалоба жалобой, а вот правила хорошего тона забывать не стоит Готов выслушать твою жалобу Рассказывай, кого ты не успела обмануть Вообще-то на этот раз меня обманули И главное, кто? Захар! Захар! Ой, насмешила, Ламинария Если так долго смеяться, можно всю таблицу умножения забыть Я её сам заново раз пять учил Ваше жемчужество! Ой, а Ламинария мне... Ой, а Ламинария мне урок срывает Что? Какой урок? Урок математики Я вчера решил, что уже много знаю Пора уже набирать собственный класс Вы, ребята, кстати, тоже приходите Маленькие черепахи, медузы, осьминоги Все завтра ждут меня на поляне Я буду рассказывать им про геометрические фигуры Представляю, чему ты их научишь Запрещаю Не хочу, чтобы потом по морю плавали рыбы, считающие, что медуза это круг А акулы квадратные Да Зря вы так, ваше морещество Я серьёзно готовился На тему квадратов особенно Столько материала изучил А Ламинария всё испортила Да? И как она всё испортила? Переманила всех твоих учеников? Только ей этого ещё не хватает Я попросил её вырезать из зелёного картона квадрат И я, между прочим, всё бросила И полночи вот этот вот квадрат вырезала А ты теперь носом вертишь Мол, неправильный квадрат Я просил совсем другой Ну, это неправильный квадрат, ваше морещество Подержите, пожалуйста Вот Это неправильный, говорю, квадрат Это почему неправильный? Отдай Зелёный? Зелёный Четыре угла есть? Есть Всё, как заказывал А вот и нет Я заказывал Вот такой квадрат А ты сделала Вот такой То есть тебе нужен был прямоугольник? Да нет же Квадрат Но вот такой Ваше морещество Вы посмотрите, что творится Честные колдуньи страдают От необразованности Ваших подданных Захар, квадрат От прямоугольника Отличить не может А ещё учить кого-то вздумал Признаю, проглядела Сейчас срочно будем это исправлять Начинаем переэкзаменовку Захар А твоё учительство придётся отложить до лучших времён Пока сам всё про геометрические фигуры не выучишь Не будешь учителем Математики Начнём с простого Захар Скажи, что ты знаешь о геометрической фигуре квадрат? Ой, всё знаю Да У квадрата обязательно есть четыре угла и четыре стороны А ещё бывает квадратный квадрат И не квадратный квадрат Ни квадратных квадратов не бывает Эта фигура называется прямоугольник Давай сейчас выясним, чем эти фигуры Квадрат и прямоугольник Отличаются друг от друга Захар, ты бери вот квадрат А ты, лабинария, возьми прямоугольник Сколько углов из сторон у прямоугольника И сколько углов у квадрата? У прямоугольника четыре угла И четыре стороны Одна, две, три и четыре У моего квадрата тоже четыре стороны и четыре угла Один, два, три, четыре Ну что я говорил Давать этим фигурам разные названия Только всё путать Они же совершенно одинаковые Ребята, срочно пошлите нашему графу-батискафу письмо Чтобы он переименовал прямоугольник в не квадратный квадрат Не всё так просто, Захар Это только на первый взгляд Квадрат и прямоугольник похожи друг на друга Ну попробуйте сложить их в противоположные стороны Ну, равны они? Равны! Сейчас мы наконец узнаем тайну квадрата и прямоугольника Чем они отличаются, а? А ну попробуйте соединить противоположные углы Противоположные? Ничего сложного в этом задании Стороны всё ещё равны? Да А вот с прямоугольником так не получается Боковая и верхняя его стороны не равны Так же, как и его нижняя сторона и боковая Вот мы и нашли различия в фигурах У квадрата все стороны равны И боковые, и верхняя, и нижняя А у прямоугольника равны только противоположные стороны Эх, вот так фокус! Фигуры действительно отличаются Эх, видимо, рано мне ещё самому писать учебники математики И в подводных школах преподавать Захар, ещё раз посмотри на эти две фигуры Где прямоугольник, а где квадрат? Хе-хе, теперь я уже не перепутаю Это прямоугольник Ага Он вытянутый А это квадрат У него все-все стороны равны Отлично! Теперь я хочу проверить Знаете ли вы остальные геометрические фигуры? Ламинария, Захар Видите, на столе лежат кораллы Я буду называть вам разные геометрические фигуры А вы будете их выкладывать из кораллов А вы следите, чтобы мои подданные не ошиблись Захар, ты сложи мне квадрат А ты ламинария Треугольник Ага Молодцы! Пока всё верно Так Захар, теперь сложи прямоугольник А ты ламинария Круг Ламинария Что ты делаешь? Все наземные жители смеются над тобой Я же сказал Круг А ты сложила прямоугольник Ну как можно их перепутать? Ваше морейшество, я ничего не перепутала Просто из этих кораллов круг никак не получается А только прямоугольник Не получается круг Что ж, поверю Если ты мне назовёшь отличие прямоугольника от круга Ну вот, начинается Захар разозлил графа своим незнанием геометрических фигур А мне теперь отдуваться Попробуй теперь вспомни, чем прямоугольник отличается от круга Я знаю, граф Бодисковну Разрешите будущему учителю математики ответить на этот вопрос У прямоугольника четыре угла и четыре стороны Две из которых равны А у круга вообще нет ни одного угла и ни одной стороны Он круглый Молодец, Захар! Ты правда делаешь успехи в изучении геометрических фигур Горжусь тобой! А меня граф Бодисков никогда не хвалит Привыкну, что ламинария всегда всё знает А мне, между прочим, обидно Вот возьму и устроим тут морской шторм Вы разбудили подводный вулкан Сейчас извергнусь Плохо будет вам Ой, что и наделала Хотела морской шторм устроить, но от расстройства перепутала заклинания и вулкан разбудила Странно, мы вроде не шумели Почему вулкан проснулся? Не отвыкайтесь Я проснулся, значит у меня для вас важное задание Посмотрите на стол На нём лежат прямоугольные и квадратные слитки золота Отделите прямоугольные от квадратных Справитесь? Запросто! Мы уже научились отличать квадрат от прямоугольника Это точно квадрат! Посмотрите, у него все стороны равны И есть четыре угла А вот это прямоугольник Он вытянутый и не все его стороны равны А только противоположные А вот ещё квадраты И ещё прямоугольники Вот Всё, мы справились! Молодцы! Задание выполнено Граф Батискав Теперь ваши слитки лежат аккуратно и математически верно Порядок в бухте Я спокоен Я сплю Я, пожалуй, поплыву читать учебник математики А вас, ламинария, я попрошу остаться Я кое-что для тебя приготовил Это и подарок, и математическое задание Закрой глаза Перед тобой Вот, перед тобой лежат две коробочки Прямоугольная и квадратная В квадратной лежит пара сушёных лягушачьих лапок А в прямоугольной очень редкий изумруд Посмотрим Сможешь ли ты определить нужную коробочку на ощупь? Надеюсь, что смогу Всегда хотела изумруд Так, посмотрим И тут, и тут четыре угла И четыре стороны Но если провести рукой по сторонам Понятно, что у этой коробочки не все стороны равны между собой Значит, она прямоугольная и в ней изумруд Ну-ка А, точно! Я была права Бери его себе, заслужила Ваше моришество, а можно я и вторую коробочку с лягушачьими лапками заберу? Она мне пригодится Захара пугать? Рыба меч давно просила Деликатес Бери До свидания, ваше моришество Захар! А сейчас, мои сухопутные друзья Давайте повторим все то, что мы сегодня узнали Сегодня мы познакомились с прямоугольником Помните, у прямоугольника есть четыре стороны и четыре угла Точно, как и у квадрата Но путать эти фигуры нельзя У квадрата все стороны равны между собой А у прямоугольника есть две длинные и две короткие стороны И равны между собой только противоположные Запомните! Уважаемые сухопутные жители и их родители Готовы к домашнему заданию? Возьмите два листа бумаги На одном нарисуйте квадратную страну А на другом прямоугольную Интересно, чем будут отличаться ваши рисунки? Как будут выглядеть жители соседних стран? А их дома? Будем ждать ваших рисунков Учите математику Но и письмам не писать не забывайте Ваш граф Батискав Нужна нам математика Как воздух под водой Сестренку или братика Скорей берись с собой И с нашими героями Учись всегда на пять Подводные сокровища Поможешь сосчитать Один, два, три, четыре, пять Теперь я научусь считать Программа есть подводный счет Кто знает счет тому? Почет! Сокровищ много под водой Собрать их надо нам с тобой Содна подводного достать И математиками стать Один, два, три, четыре, пять Теперь я научусь считать Программа есть подводный счет Кто знает счет тому за счет Кто знает счет того, кто знает счет Кто знает счет того, кто знает счет вы Продолжение следует...